Дубар начался в 11 часов дня 7 градусов. На следующей неделе вообще обещают 1-2 градуса утром, вечером и вот такая температура днем. Так что зима пришла. Думала на обед сегодня сварить рис. Смотрю, на улице такая холодрига, что какой там рис. Сейчас из ничего приготовлю я харчу. Из ничего это просто-просто вообще из ничего. В холодильнике завалялась одна морка. Есть мой салатный перчик с огорода еще. Одна луковичка средняя. Знаете, что у меня сегодня пойдет харчу. Это, конечно, не по рецепту. Это так, овощная добавка. Брокколи. Аж очень пропадает. Сейчас обрежу соцветкой. А плюс я еще в морозилке у себя нашла парочку замороженных ребер. Овощи готовы. Кастрюки сразу буду и жарить, и варить. И знаете, что у нас для харчу есть? Вы помните, что мы с вами сотворяли? Смотрите, какая красота у нас получилась. Не знаю, видно, не видно, слышно, не слышно, но оно готовое. Вот это пикантное масло. А, естественно, чуть-чуть чеснока. Куда без него? Суп харчов. Из ничего, но чеснок там нужен. Пару хороших зубчиков чеснока. Подгнивать начал чеснок. В квартире ему тепло. Сейчас найду. У меня есть и такой перчик для харчу, но я добавлю масло пикантного. Кастрюлька у меня такая, знаете, антипригарная. Сейчас капню сюда буквально капельку растительного масла. Немного. Потому что сало свой жарок даст. То есть супа будет мало. В нем мяса будет много. Всего будет вообще чуть-чуть. Из ничего так из ничего. Так, что там? Ребрышки золотые? Поехали. Морковка. Сейчас переверну одной рукой. Постараюсь не перевернуть. Без сковородки, без ничего. Все в одной кастрюле. Экономим воду, да? Обжариваем. В это время нагреваем водичку. Пока у нас суть до дела. Уже и водичка закипела. Все поджарилось. Вперед. Минут двадцать мы сейчас под крышечкой. У меня уже все готово. Осталось помыть жменьку риса и посолить. Все. Без проблем. Еще крышечкой накрыть. Называется «Игра в четыре руки». Там белье случится. Там суп готовится. Там чай делается. Сейчас. Я же себе имбирчик бленданула. С лимончиком. А теперь у меня либо просто витаминный напиток. Без ничего. Лимон и имбирь. Все. Лимон без корочки. Не стала я делать с цедрой. Обдерла его. Я знаю, что стучит машинка. Но знаете, у кого есть имбирь, в супчик его тоже можно добавить. Прямо на кончике чайной ложки. Он придаст еще большей пикантности. Я, кстати, не шучу. Чуть-чуть имбирь. Уже, собственно, можно и картошку забрасывать. Риса, вообще чуть-чуть, видите, меньше, чем полстакана. Я вот это что думаю. Мои овощи на балконе не замерзнут. Может их в квартиру забрать. Боже, какая погодка. Ветра нет, ребята. Вот когда ветра нет. Холод. Холод собачий. Но ветра нет. Значит, хорошо. Смотрите. Лимон Ростик, он еще живой. Единственный из выживших. Да, завтра надо одеваться тепло. Завтра у нас будет такой особый день. Собираться, одеваться. Видите, у нас там на горе тоже какие-то циркушки. Какие-то крепости. Особенно вот это вот. Как хорошо, что дома есть сушилка. Что не надо вот это тяцкаться с бельем. У Габриэла тоже ничего не висит. А ну, что такую погоду вроде сохнет. Алена жаловалась вчера, говорит. Влажность повышенная, говорит. Вроде сохнет, аж такое белье запахом. Нет, ребята, летом я сушу на улице. А зимой, при любой погоде. Вот оно. В машинку кинула. Машинка сама себе отрегулировала, сколько ей надо. Горячее, как с печки пироги. Выскочила и все. Ну что, я картошку закинула. Сейчас через пять минут рис. Потом через пять минут брокколи. Потом еще через пять минут все остальное. Пробуешь на все и выключаешь. Сейчас, наверное, кто-то скажет, в харчо брокколи не добавляют. У нас, знаете, харчо по-итальянски. Несочетаемые сочетаемые добавляются. Просто не знала, куда их притулить. Мясо отдельно не готовлю. Была бы добавка. Нашла еще один помидорчик. Сейчас я его прямо в сыром виде. Сок с него выпущу. А так еще не все. Я даже замороженный укроп не хочу. Суп хорошо из ничего. Получается, что там как раз из чего. Там все есть у нас. Главное не прикидываться. А то мы же такие скромные, понимаете. Ой, истинный машин. Мы вчера так налопались. Пельмени, это была сказка. Причем у Алены не оказалось сливочного масла. Я ей говорю, Ален, у тебя там масло растительное, сливочное. Да, да, да. Все есть. Я говорю, смотри, я же там на торт использовала. Так. Это прошло мимо ушей. Пришлось заправлять пельмени оливковым маслом. Ребята, вкус абсолютно не испортился. Было очень вкусно. А мы еще чуток с уксусом, с перчиком. Так. Замыл душу. Лупанул и так, что аж. Оторваться не могли. Все ж такие, знаете. Все ж типа на диете. Никто ж много не ест. Ага. Упанули все, что было. Смотрите. С одного помидора еще и целая горка получилась. Хорошо. Я уже рис забросила. Бросаю брокколи с помидорчиком. Чуток кипяточка добавила, конечно. Хоть бы больше не получился. Рис имеет свойство развариваться. Сейчас еще чуток водички. Чтобы все-таки это же суп. Должен быть суп. О! Вы знаете. Ничего. получился наш харчо. Так, ну что. Маслица добавим. Опс. Немного. Я попробовала такое, знаете. Пару столовых ложек. Вот так вот. И укропчиком. Заправим. Все. Можно супчик выключать. Давно чуть-чуть постоять. Как вы думаете. Цвета маловато. Но на цвет это красиво. Пусть он сейчас. Чуток постоит. Пусть сначала закипит. И минут 15 постоит. Потом уже буду пробовать, как оно все настоится. Закипает. Закипает. Все. Оп. Включаем. Такой запах обалденный. Суп получился. Офигенный. Все. Всем приятного. вау. Вещего.